Всем привет! Добро пожаловать в мой доклад State of the Map. Мне интересны вопросы, типа, какие рестораны в Хелеберге можно зайти с коляской, или какого расстояния от Empire Style Building до ближайшего обувного мастера. То есть, все вопросы на какие-то помощи OpenStreetMap. Как это сделать? Тема моего доклада. L-Maps. Интерфейс в обычном языке OpenStreetMap. Я над ним работал во время моей магистрской работы в университете Галиберге в департаменте вычислительной лингвистики. Я не буду вдаваться во все детали по теме лингвистики, но, надеюсь, что вы поймете большую часть. Если у вас будут вопросы, можете задать их под видео. Для начала расскажу, в чем сейчас задача и как ее решали раньше. Потом я улучшу данные, которые использовались ранее. Покажу мой веб-интерфейс, эксперименты и результаты из онлайн-обучения. В Google уже можно задавать вопросы, типа «Доступны ли коляск рестораны в Галиберге?» Или «В какие рестораны в Галиберге можно въехать на коляске?» Вот. И результаты немножко отличаются, но суть в том, что есть и они очень похожи. Можно сделать такое же в OpenStreetMap. Пользуясь двумя инструментами для поиска. Первый номинацием – это, разумеется, геокодер. Он может найти заведения и территории по названию и отсортировать их по важности. Если послал Париж, мы найдем Париж во Франции, а не какой-то маленький городок в центре Соединенных Штатов. Также номинацием может ответить на простые вопросы по тегам, типа «Рестораны в городе», но не сложные запросы, которые требуют объединений, пересечений, типа «С ресторанами, доступными для колесок». Overpass API – это сложный движок. Он может ответить на все виды сложных запросов, но он ограничен в плане поиска по названиям, потому что нужно точное совпадение названия, и нельзя нормализовать состояние. И он не сервует места по приоритету. Вот пример запроса для Overpass. Мы находим город Хайдельберг и выбираем все точки линии отношения с тегами «Amenti Restaurant» и «Wheelchair Yes» внутри этого города. И мы получаем неплохие результаты. Вот. Но мы хотим делать запрос не в этом сложном языке запросов, а просто на английском. Это уже делали. Была мысль ранее, в том числе Хайдельберг и СРМ. Они опубликовали набор данных для английского и немецкого языка запросов и перевод их в машиночитаемый язык МРЛ. И цель набора данных, чтобы перевести запрос на натуральном языке в машиночитаемый. Вот. МРЛМС В2 расширен до 30000 примеров. Вот как оно выглядит. То есть обычный язык сверху, потом вы видите машиночитаемый язык, и он очень похож на язык запросов к Overpass. Но есть еще, для которой нет аналога. Это поиск названия. Вот это нужно будет сделать уже после получения ответа. Но принцип очень похож на Overpass. Так что идея в том, чтобы перевести, использовать нейромашинный перевод из обычного языка машиночитаемый. Это уже делали Лоренс и Люстер в 2018 году. Использовали модель основной на токенах и Named Identity Recognition и получили 90% точность. Это улучшил позже станник до 94% точности, используя символную модель. Это очень высокие значения точности. 94% запросов. Решена ли проблема? Нет. Потому что, к сожалению, качество очень резко падает на новых запросах. И на это повлияли неисходного набора данных. Для начала расскажу, что такое нейромашинный перевод в этом докладе. Суть в том, что у нас есть матрица весов, который мы используем для преобразования исходного языка в целевой. Например, вот предложение на английском языке Map2NotByte мы хотим перевести на немецкий язык. Для начала кодируем исходное предложение. получаем векторы. И декодер получает токен «Начало». И предсказывает, что первый выходной токен будет «Cutten». потом на втором шаге называет следующее слово «Bison». И так далее, пока он не предсказывает токен завершения. И перевод заканчивается, и мы получили предложение. Как я говорил, все это работает на куче матриц весов и оптимизировано градиентным спуском на тренирующем наборе данных. И моя магистрская заключалась в том, чтобы починить проблемы LMSO2, натренировать хорошую модель для начала, построить FEP-интерфейс для онлайн-обучения и собрать пары переводов от живых людей. Потому что то, что я сделал, оно в самом деле с шаблонами. Итак, проблем LMSO2 включает в себя очень низкую языковую вариативность со стороны исходного языка и очень мало мест городов. Давайте посмотрим на пример данных. И можно заметить, что очень простые шаблоны. три раза сколько, четыре раза там, и вот есть еще шаблон если близко к... вот все очень похоже. так что не очень много разных запросов и модели из этого сложно обучаться, сложно найти какие-то общие шаблоны. вот. И всего 80 надов в 30 тысяч запросов. Из них три. Париж, Килиберга, еще какое-то не очень хорошее изделение. И названия городов очень простые, типа Париж. Можно было бы придумать что-то очень сложное из нескольких слов с диакритическими символами. Чтобы решить эти проблемы, я сделал новый набор данных с большим количеством шаблонов и вариативностью, более благим распределением названий городов и лучшими названиями городов и большим рам тегов OpenStreetMap. Я использовал вероятности шаблона и питомскую библиотеку Ginger и добавил шум, чтобы симулировать ошибки ввода. Вот пример простого шаблона. Вот запрос о времени работы. Например, он может сказать. Пользуюсь этим распределением вероятности. Числа взята с потолка, но вроде имеют смысл. Вот что у меня получилось. 10 случайных запросов из нового набора данных. И видно, что очень большая вариативность. И названия городов такие реалистичные. Например, вот это вот с диакритическими символами. И странные названия заведений типа робот с большими буквами. И значение энтропии на 3 граммах поднялось примерно с 2 до 3. То есть лингвистическая вариативность явно выросла. Потом я сделал веб-интерфейс. Я покажу на слайдах, но потом можете попробовать его вживую. Например, можно спросить, когда в Хильберге работают... Можно посмотреть. Зараз в машине читаем языки. Вот и вариантик, где вы можете его понять. И вот ответ, который мы получили от OpenStreetMap. Используя запрос к Overpass. Также можем увидеть карту с подсвеченными заведениями, на которой можно нажать и посмотреть информацию. Что если запрос неправильный? Вот. Покажи мне ветряки в Турингине. Он не знает, что такое windconverter. Ветряк. И он придумал какой-то свой тег. Craft равно wind, который не существует. И получил ноль результатов. А мы можем это поправить. Поправить запрос. И нам интерфейс можем поискать под словом wind в поиске тегов. И он предлагает вот эти вот теги. Вот. И можем использовать janitor source equals wind. Вставить в эту форму. И отправить результаты NLMaps. И система научится по нашим правкам о ветряках. Возможно, запрос будет правильный. Как это работает? Вот веб-интерфейс. Вот. Пользователь задает вопрос на английском. Веб-интерфейс передает его в сервер машиноперевода на другом компьютере. Он превращает его в машиночитаемый запрос. И возвращает веб-интерфейс. Веб-интерфейс получает результат из OpenStreetMap. С помощью Europass на номинате. Возвращает результат в GeoJSON. С картой. И, собственно, сам запрос показываем пользователю. Как работает отзыв. У нас есть запрос на натуральном языке. Смотрим ключевые слова в запросе. Отправляем в поиск тегов. Этот поисковик предложит какие-то теги, которые отвечают этим ключевым словам. Возможно, пользователь также смотрит Wiki и исправляет части. И пользователь на это смотрит и исправляет части запроса, которые были неправильно. Этот отправляется на сервер машиноперевода. Обновляется модель. Вытаскиваем ключевые слова для поиска тегов. Уже некоторое время описать подробно. Так что давайте посмотрим на эксперименты. Вот я нанял несколько аннотаторов. Почтовые рассылки УСМТОК. Они использовали веб-интерфейс. Сделав 4000 разных запросов. Некоторые вообще не сработали. Некоторые были дубликатами. Так что осталось 3773 запроса. И остаток, некоторые из них я поправил вручную. Вот кто мне помогал. Вот у них был разный опыт с OpenStreetMap. Единственное, все из них были мужчинами. Вот, в принципе, это отражает демографию OpenStreetMap. Но в будущем хорошо бы найти также женщин, чтобы они построили свои запросы. Вот, например, из сообщества GeoChicas. Или в другие группы. Вот какие результаты. Натринал такой же декорер, как Stunic. Потому что сама модель довольно хорошая. Вот, потом я сделал несколько версий DatasetMap. 2.1 просто поправленная модель. Вот где поправленная неправильная. То же самое. Третья версия. Это версия 2.1, плюс мои новые запросы от вероятных шаблонов. И четвертая версия — это запросы, которые вводили пользователи, люди. И мы видим, что модель, тренированная на версии 2.1, очень плохо работала на человеческих запросах. Модель с новыми запросами, сгенерированными, сработала заметно лучше. 28%. А если мы улучшим, добавляя человеческие запросы. Третья, плюс четвертая версия. То мы можем обработать уже почти 60% запросов. То это вот нижнее состояние обработки запросов. Что примерно две трети человеческих запросов, можно получить правильный результат. Вот онлайн-обучение — это обучение на запросах пользователей сразу, как только пользователи и далее. Обычно данные сохраняются в базе данных, и потом, позже модель переобучается. Вот, то есть модель можно быстро обновить, что есть пользователей. То есть буквально через час после фидбэка модель уже переобучена. Да, иногда 7 минуты даже. И мы, конечно, не хотим, чтобы модель хуже обрабатывала уже существующие примеры. Вот, я провел несколько экспериментов на этот счет. Я покажу только этот график. Это линия с точками, как модель работала на версии 3 набора NMAPS. Вот, то есть только синтетические запросы, не человеческие. Мы отправляли новые-новые запросы от пользователей. И симулировали ситуацию онлайн-обучения. И вот это вот один проход через набор данных с запросами от людей. И вот самый лучший прогон имел точность 53%. Ну, это неплохо, но раньше мы видели, что нам нужно... Мы можем дойти до 60%. Так что живое обучение показывает, что, в принципе, можно сделать, но не так хорошо, как если собрать все запросы и потом пакетно переобучить их модель. Так что, что я сделал? Я починил вторую версию NMAPS. Я сгенерировал версию 3 с большей языковой вариативностью. Я собрал новый набор данных 4 версии человеческих запросов и построил веб-интерфейс для использования и улучшения NMAPS. Планирую улучшить MRL, машиночитаемый язык, например, чтобы можно было учитывать расположение пользователя, типа ресторан рядом со мной. Потом я натренирую модель на частях слова. Например, механизм указания для копирования названий. Также, возможно, поможет использовать репестации слов, которые на перетременных наборах данных. Так что давайте обсудим ваши мысли. Надеюсь, теперь вы меня слышите. Извините, были проблемы. 25 минут назад. Так что я повторюсь перед сессией вопросов. Интересный был доклад. Да, я повторюсь про академический поток. У нас будет целый день, 9 докладов. 5 до перерыва в основном потоке. И 4 после перерыва в потоке 2, которые не транслируются живо. Меня зовут Марко Винни. Я заведую этим потоком. Это уже четвертый академический поток к конференции State of the Map. Идея в том, чтобы показать исследования научные, связанные с OpenStreetMap. Так что мы предоставляем место исследователям, чтобы показать, что они делают с OpenStreetMap и сообществом. Разумеется, это не значит, что это только для исследователей. Суть в том, чтобы связать исследователей-академиков с ОСМ-сообществом, чтобы все учились друг у друга. Да, очень важно не разделяться, а работать сообществом. И мы очень рады, что ОСМ выбрать несколько очень интересных тем докладов и выступлений, которые вы услышите. Вот, ну, теперь можно перевести за все вопросы. Я не вижу кладчика. Я не вижу. Мне кажется, Симон, это не такой же вопрос. Он был даже не в это время. Поэтому пока не знаю, мы посмотрим несколько секунд так, чтобы я не могу слышать. Возможно, Симон, можно ли я? Симон, можно ли я? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok